здравствуйте дорогие друзья с вами дмитрий явланов и канал сады тамбовщины как вы все знаете мне из гаршинки пришли 4 канадских розы и 1 роза чайной гибридной который была посажена прислана а не посажена в подарок мне итак я приступаю к посадке канадских роз роз и розы чайной гибридной в посадочные технические контейнера а произвожу это я для того чтобы эти розы чуть попозже посадить вместо тех роз которые возможно у меня не перезимовали пока еще о чем-то думать еще рано все розы мы обрезали свои на пень так как вы знаете что я эти свои розы не укрывал вот и сейчас вот я эти розочки 5 штучек посажу в контейнера чтобы они принялись их росли их а чуть позже где-то через месяц мы узнаем какие розы у меня перезимовали какие нет и соответственно эти розочки займут места тех которые не перезимовали так для справки сказать что в этом году у нас вот в нашем именно городке очень и многие жалуются на то что розы у всех плохо перезимовали как укрытые по всем правилам так и не укрытые связывают это с тем что у нас два раза были очень сильные дожди шли они на снег прямо снег садился очень сильно а после этих сильных дождей на следующий день буквально сразу был очень сильный мороз 20 градусов и выше как вы знаете что мои розы были не укрыты но и у тех у кого были укрыты по дугам розы двойным спонбондом у многих тоже не перезимовали вот знакомые открывали тоннели прям и по 5 по 7 кустов роз все стояли черные под ноль даже зеленых пенечков не было я свои розы обрезал все на пень вот потому что то что было вот выше снега это однозначно не перезимовала а то что было под снегом перезимовала частично но сделать обзор я на них обязательно сделаю и покажу вам в следующих своих роликах сейчас я занимаюсь распаковкой роз из гаршинки и что мы значит имеем здесь у меня четыре розы канадских это роза александра маккензи корни собственная роза джон франклин корни собственная роза луиза багнет корни собственная и роза тереза багнет корни собственная а также роза парадис чайно-гибридная вот сейчас распаковываем их пленочку и замачиваю я эти все розы в корневине чтобы отмыть корни посмотреть в каком они состоянии потому что они там были в торфе торф достаточно влажный весь достаточно хороший замотаны всех розочки достаточно хорошо почки на всех живые вот они у меня розочки лежали несколько дней в коробке на улице прям вот в этой вот в коробке в которой пришли все остальные саженцы я поставил домой ну а вот эти вот мы поставили розы на улице чтобы именно не пробудить почки как только у нас началось тепло вот предыдущая неделя у нас была очень очень теплая я сразу же принялся за посадку роз и так распаковываем розы все тщательно упакованных хорошо упакованы торф влажный все розы с этикетками потом будем сравнивать с вами сорта потому что вот кое-что уже пришло с перья сортом розы наши простояли час в растворе корневина растворил я 10 граммов на 10 литров воды вот корневой ком весь очень хорошо от мог никто некоторых розочек оказались крышки коротенькие у некоторых чуть подлиннее для посадки я специально купила торфонавозную смесь тасс достаточно такое жирный как бы сказать субстрат и не очень легкий но так как я если честно сказать забыл про одну розочку то я купил 4 5 литровых контейнера и поэтому в контейнер я немножечко стал добавлять простой земли на дно совсем чуть-чуть и мы сейчас проводим вот с вами посадку розы чуть-чуть я досыпаю и простой земли и вот это вот торфонавозной смеси думаю что для розочек это будет очень хорошо также хорошо и то что они у меня целый на 1 час или даже больше простояли замоченные простимулировали мы тем самым корневую систему вот сейчас вот я беру розочку отмываю от остатков торфа и начинаем обследовать корневую горшки у меня 5 литровые и достаточно высокие вот расправляем корневую сейчас и я вижу что она очень очень длинная и мы немножечко сейчас укоротим новый секатор у меня друзья мне жена подарила но еще и что-то как-то к нему не привыкну режет конечно же он хорошо но что-то вот как-то там то что-то здесь клинит то что-то там как-то вот еще в руке он не лежит у меня чуть-чуть укоротили корни посмотрели какой сорт вот чуть-чуть и отсыпаю простой земли потому что нужно чтобы розочка там была как следует в горшке сидела и чтобы корни там не заворачивались чтобы они были там все прямо находились и досыпаем вот все корни я практически засыпаю вот этой торфонавозной смесью для того чтобы сразу розы было питание ну и вот мы сажаем последнюю розочку засыпаем грунта мне хватило был благодаря тому что над я немножко добавлял простой земли и так все наши розочки посажены стоят они на улице вот сейчас я перемешал как следует воду в которой они были залиты и как следует этими 10 литрами я сейчас пролью эти розы именно с корневином чтобы корневинчик не только был не только чтобы роза были замочены в корневине но и чтобы еще вот и пролить все горшки как следует корневинчиком оставим мы эти розы на улице ночью у нас температура может опускаться и и минусовая но такая минус 1 там минус 2 градусов всего я принес дуги я принес стал старых старых лутрасил и сейчас вот над этим горшочками поставим дуги и накроем все лутрасилом им там будет светло тепло и в общем то будем ждать хороших результатов от этой посадки и от этого своего рода эксперимента вот сейчас я буду устанавливать дуги итак друзья розочки у нас накрытые розочки политые температура на улице достаточно хорошая будем их открывать в горшках поливать конечно обязательно и наблюдать как они развиваются все мы прищемили со всех сторон и все себя будет чувствовать я думаю что неплохо итак друзья розочки посажены что будет с ними смотрим далее а я всем желаю счастья добра и здоровья всем пока